Убийство священника в Теньгушеве многие жители Мордовии восприняли как личную трагедию. Казалось бы, святой человек, а так некрасиво ушел из жизни. Сейчас по селу ходят разные слухи, даже поговаривают, что священник начал читать убийца проповедь, и этим разозлил его. Но то, что все случилось в доме с сомнительной репутацией, и пришел туда священник по доброй воле, прихватив бутылочку горькой, никто не отрицает. Людмила Кусерова еще раз об истории, в которой все не без греха. В Теньгушеве гибель священника местной церкви – одна из самых обсуждаемых тем. Никто не хочет верить в то, что отец Александр мог сам спровоцировать своего убийцу. Все-таки святой человек. Священник пропал 16 мая вечером. Об этом в правоохранительные органы сообщила его жена после службы. Мужчина не вернулся домой, и сначала все подумали, что он отправился в паломничество в Московскую область. Говорят, давно об этом мечтал. Но в ходе следствия раскрылись другие, совсем нерелигиозные подробности того вечера. Оказалось, что батюшка после службы купил водки и пошел в гости к людям, которые местным жителям никогда доверия не внушали. В ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес гостю несколько ударов ножом по различным частям тела, от которых потерпевший скончался. Про них говорят, что они и наркотиками увлекались, то ли хранение, то ли еще что-то. А еще вот это вот убийство со священником. Вот как мое мнение. И лучше вообще отсюда убирать. Они – это цыгане, которые не так давно поселились на улице Социалистической в Теньгушеве. Скрытный, необщительный, доме появлялись редко, говорят местные жители. Поговаривали, что хозяин не так давно вернулся из мест лишений свободы, но в тот день его дома не было. А в гости приехал его брат, тоже судимый за тяжкое преступление. Зачем священнику понадобилось встречаться с этими людьми, да еще и вместе распивать спиртное, никто не знает. Хотя местный житель не отрицает. Приложиться к бутылочке батюшка любил. По церкви человек был неплохой. А с другой стороны, человек он есть человек. Каким человеком был Александр Болдин, точно знают в магазинах, где он отоваривался. Рассказали, что мужчина частенько захаживал после службы в точке продажи горячительных напитков и развлекал своими нетрезвыми чудачествами местных жителей. Конечно, это было после работы, и не все прихожане это видели. А те, кто был в курсе происходящего, относились к такой слабости священника по-философски снисходительно. А выпивать дочь только. Вон телеграммный стол не любит. А так все любят. Продолжение истории с убийством батюшки и вовсе не для слабонервных. Чтобы замести следы, преступник сжег рясу, а тело погрузил в багажник машины, автомобиль взял у родственников. На нем он вывез труп в поле за селом Баево, это всего в нескольких километрах от Тенгушева, и закопал в сельхозугодиях местного фермера. Это те самые поля. Место преступления уже разровняли комбайны, и если бы не чистосердечные признания в убийстве преступника, уверен начальник местной полиции, то вряд ли батюшку вообще бы нашли. Он пролежал в земле две недели, и когда его доставали во время следственного эксперимента, уже сложно было опознать. У отца Александра остались жена и шестеро детей. Супруга заведует местным отделением почты, и сразу после трагедии ушла в отпуск. Поговорить с ней не получилось. Дверь в дом, где жил священник, нам так никто и не открыл. Зато местные жители с готовностью рассказывали, какой это был замечательный человек. А плохие батюшки не бывают. О батюшках плохого никто не говорит. Они все соблюдают устав, как военный, так и церковный, выполняют свой устав. У местных жителей есть версия, что священник мог лишиться жизни из-за проповеди, которую якобы начал читать своему собутыльнику, и которая последнему, наверное, не понравилась. И ответить на вопрос, что же на самом деле произошло вечером 16 мая в доме на улице Социалистической в Теньгушеве, теперь сможет только следствие. Оно пока что хранит молчание, а местные жители на всякий случай обходят злополучный дом стороной. Людмила Кусерова, Александр Труднов. Программа «В центре внимания».